23 года для человека один миг. Для телекомпании возраст, огромный опыт, сотни достижений, уважения и гордость. 20 февраля 1991 года жители Волгодонска впервые увидели выпуск новостей первого на тот момент городского эфирного телевидения. С тех пор для тысяч зрителей новости ВТВ стали ежедневным путеводителем в мир городских событий, а в сетке вещания телеканала появились десятки новых продуктов. Сегодня в свой день рождения мы решили рассказать о кухне телевидения, о том, что остается за кадром, что непривычно глазу зрителя. Эту завесу для вас приоткроет Ольга Трегубова. В эфире новости ВТВ в студии Ольга Трегубова. Здравствуйте! Сегодня свой 23 день рождения отмечает первое эфирное телевидение Волгодонска, телекомпания ВТВ. Ежедневно тысячи зрителей включают свои телевизоры, но мало кто задумывается, а что же в этот момент происходит по эту сторону экрана. Десятки людей ежедневно и даже круглосуточно работают для того, чтобы жители города были в курсе всех самых значимых событий. Команда строит эфир так, чтобы зрители делали свой выбор в пользу каналов ВТВ. Порой для этого приходится отправляться за много километров от Волгодонска. В любую погоду, в любое время дня и ночи и в самые суровые условия. Не понаслышке об этом знает видеооператор телекомпании Иван Иванков. Иван, работа оператора такая довольно интересная и насыщенная, где им только не приходится бывать. И вот, кстати, где приходилось побывать вам? Начиная от подвалов затопленных домов до полетов на самолете. Бывает даже на тех концертах, на которые в обычной жизни ты бы никогда не попал. То есть работа очень интересная и увлекательная. А какую-то такую опасную историю из своей практики? Ну, как-то был рейд с сотрудниками правоохранительных органов. Мы по должникам обходили дома. И получилось так, что один из должников был слегка в опьяненном состоянии. И я попался ему под руку, и он напал на меня с трехлитровой банкой. Чем все закончилось? Все живы? Ну, да, все живы. Сотрудники оградили меня от него. Ну, в общем, все закончилось хорошо. Одной из самых опасных и нервных профессий считается и работа журналиста. Все прелести выбранного дела уже успела оценить корреспондент новостей ВТВ Дина Горбачева. Хотя в редакции информационных программ она всего полгода. Вот за вашу небольшую, может быть, практику уже случались какие-то курьезные такие случаи, когда оперативно приходилось работать быстро? Да, был один случай. Мы приехали снимать женщину, которая занималась рукоделием, и попали на потоп. Вот в доме прорвало батарею, шпарил кипяток. Ну, пришлось одевать сапоги резиновые и идти снимать прямо в эпицентр событий. В основном зрители знают имена лишь автора материала и оператора. Хотя на самом деле над созданием программ трудится целая команда, в том числе монтажеры, техническая служба и водители. И только от профессиональной работы каждого в итоге зависит качество продукта. Дмитрий, ну работа водителя на телекомпании тоже такая оперативная профессия. Наверное, город уже как свои пять пальцев знаете? Почти что да. Даже больше, чем пять пальцев. От работы в 15 лет знаешь каждый уголок уже. А как вообще реагируют наши жители, когда видят машину с нашими логотипами телекомпании? Ну, все всегда приветствуют. О, телевизионщики, привет. С негативных каких-то отзывов? Нет, хорошо. Всегда отзываются хорошо. Слаженность коллектива ВТВ зрители оценили давно. Зачастую жители выражают свою благодарность в звонках или даже личных визитах. А некоторые придумывают и довольно неординарные способы выразить свое одобрение. Историй очень много, но всегда, конечно же, больше всего и с теплотой вспоминаются истории, которые связаны с нашими телезрителями. Был период очень тяжелый в нашей стране, и люди прониклись пониманием, что у нас небольшая зарплата, и все трогательно, и они приносили нам еду. Это вообще было интересно. Конечно же, мы не просили, но просто они приходили, заказывали музыкальные поздравления, там начиналась реклама какая-то, и всегда приносили. Мы думаем, ну зачем? Мы же понимаем, что все, и пирожки пекли, и напитки, и рыбку жареную тут же в дармасочке. Но это было очень трогательно, и искренне, и приятно. Коллектив старается сделать свой эфир интересным для всех зрителей. На каналах ВТВ самые разные программы. Продленка, семейная азбука, христианская страничка, полюбившийся многим проект «Музыкальный презент», интересные беседы с интересными людьми в прямом эфире в программе «Добрый вечер» и главный благотворительный проект телекомпании «Улыбка ребенка». Социальная акция стартовала в эфире ВТВ в 2004 году и сразу нашла отклик среди неравнодушных жителей. Мы рассказываем о студенческой жизни, обсуждаем самые острые проблемы с гостями студии новостей. И все это вы видите ежедневно на протяжении 23 лет. И мы продолжаем работать так и даже лучше, чтобы, включая каналы ВТВ, наши зрители уже не хотели нажимать на другие кнопки на пульте. Ольга Трегубова, Иван Иванков, Петр Авдеенко, Евгений Иванков. Новости ВТВ.